Здравствуйте! В эфире Вести Магнитогорск в студии Пётр Хатенов. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах. Новая дорога к новой поликлинике. Сегодня в южной части города ввели в эксплуатацию значимые социальные объекты. Награждение лучших в преддверии Дня Металлурга. Праздничное мероприятие сегодня состоялось в Центральной лаборатории комбината. В Магнитке стартовало первенство трех округов. В путевке на чемпионат России разыграли грибцы из Сибири, Дальнего Востока и Урала. В канун Дня города и Дня Металлурга в Магнитогорске традиционно вводятся в строй новые объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Так сегодня открыли новую поликлинику в южных районах города. Ее строительство начали два года назад, однако финансовые трудности временно затормозили работы. Общая стоимость объекта вместе с оборудованием 400 миллионов рублей. На торжественном открытии побывала и Елена Астанина. Делегация, в составе которой врачи, журналисты и руководство больницы около получаса ждали приезда гостей. Горожанам пришлось хуже. Разговоры об открытии этой поликлиники начались еще 13 лет назад. Южный район Магнитогорска с каждым годом все явственнее нуждался в собственном медицинском центре. За два года со сложностями и финансовыми проблемами бывший аптечный склад превратился в поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в день. Ощущение усталости. Рёд проходит одновременно с двух мест тебя пользуют. Еще два месяца снимать усталость и консультироваться с врачами придется в прежних поликлиниках, пока кабинеты здесь открыты только для установки оборудования. А в отделении дневного стационара еще предстоит завершить ремонт. Поэтому торжественную красную ленту пока не покупали. Планируют к октябрю. К тому же трудиться здесь по плану должны 300 человек. Штат пока набирают. Ну можно сказать пока 50 процентов, скажем так. Узких не хватает и участковых терапевтов не хватает. Нельзя сказать, что кого-то больше, кого-то меньше. До новой поликлиники добраться можно без пересадок. Во-первых, администрация специально изменила несколько городских маршрутов. А во-вторых, после ремонта возобновится движение трамваев по проспекту Карла Маркса. Завтра они начнут ездить в стандартном режиме. Сегодня пробный маршрут. Ажиотаж пусть и меньше, чем при старте первого поезда, но пассажиры довольны. Произведена укладка на деревянные шпалы, что, соответственно, снизит шумность. Будет меньше, путь не будет греметь. Соответственно, повышается комфорт для перевозки пассажиров. И жителям ближайших домов, соответственно, также будет снижена шума. Такой же ремонт ждет еще три линии трамвайных путей. На улицах Комсомольской, Ленинградской и на участке проспекта Карла Маркса от Курантов до Центрального рынка. А вот с открытием дороги для автолюбителей подвела погода. Из-за дождя строители не успели закончить ее в срок. Обещают до завтра завершить работы и городу ко дню рождения подарить. Вместе с обновленной улицей Советской. Елена Астанина, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. О металлурге отчитали сегодня о работе за первые полугодия. Комбинат сегодня загружен на 70% по сравнению с докризисным уровнем. С начала года было продано металлопродукции больше 5 миллионов тонн. Этот показатель выше прошлогоднего на 30%. Компания успешно справляется с последствиями кризиса. Но о восстановлении пока говорить рано. О медленном, но верном курсе предприятия – наш сюжет. Внутренний рынок определен комбинатом как приоритетный. И спрос лучше и цена на треть выше. Основные потребители магнитогорской продукции – трубные компании. Они закупили больше миллиона тонн за полугодие. Сегодня наш металл задействован почти во всех крупных проектах «Газпрома» и «Роснефти». Это стало возможным благодаря пуску стана 5000. Магнитка уже сейчас занимает 30% от растущего рынка потребления толстого листа в стране. На втором месте по употреблению магнитогорской продукции машиностроительной компании. 22% от общих продаж в России. Среди зарубежных партнеров лидирует Ближний Восток. С конца прошлого года стоимость сырья выросла на 81%. Подорожала электроэнергия и газ. Поэтому выпускать брак сегодня непомерная роскошь. За полугодие 51 тысяча тонн металлопродукции отправилась на вторичную переработку. Конечно, были объективные причины, связанные с выпуском этой продукции. Это освоение в конвертном цехе машины непрерывно влетя заготовок. Это освоение стана 5000. Это, к сожалению, и авария, которая тоже носит такой объективный характер, которая произошла в кислородном конвертном цехе. К сожалению, нарушилась эта технологическая цепочка по линии. Конвертный цех, шестая машина, там 5000, горячий прокат. То есть есть над чем работать. В главном отчете полугодия результаты социальной политики предприятия. На эти цели выделили более миллиарда рублей. Кроме того, была отмечена и неоценимая поддержка городу. В бюджете города дополнительно от работы металлургов появилось только в местном бюджете 124 миллиона рублей, которые идут сегодня и на социальные нужды, и на реконструкцию дорог. От официоза к празднику. Цветы и почести тем, чей труд достоин высоких наград и благодарностей. Игорь Морозов был удостоен президентской награды первое серьезное признание за многолетнюю работу. Сколько лет это работало? С 79-го года, как после армии. До армии там работало. После армии пришел туда, там работали. В планах металлургического комбината увеличение объемов производства, в том числе за счет пуска новых объектов. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Работников и ветеранов метизного производства честовали сегодня во дворце культуры ММК «Метиз». На предприятии трудится почти 6 тысяч человек. Завод выпускает продукцию для строительной и машиностроительной отраслей, которые расходятся по всему миру. Несмотря на то, что последние годы были кризисными, на заводе проходило беспрецедентное, я бы сказал, по своим масштабам техническое перевооружение. И буквально завтра во многих цехах завода будет запущено современнейшее технологическое оборудование. Сто процентную загрузку, чтобы наш цех не простаивал, чтобы мы работали. И я как технолог желаю нашему цеху, чтобы мы выпускали продукцию только отличного качества. В этом году за производственные успехи были отмечены почти 400 работников ММК «Метиз». 17 человек удостоены звания «Почетный метизник». Вы смотрите «Вести Магнитогорск». Продолжаем выпуск. Только жители погоревшего дома на улице Фрунзе просушили затопленные квартиры, пошел дождь. Люди пытаются спастись от него с помощью обычной пленки, но тщетно. Пострадавшим на время ремонта кровли предложили временное жилище. Но люди не хотят покидать дом. Почему, узнал Сергей Семакин. Больше недели прошло с того дня, когда в пятом доме на улице Фрунзе полностью сгорела кровля. Пожарные быстро потушили огонь, но от воды пострадали квартиры на пятом и четвертом этажах. Сейчас испытание водой продолжается. Третьи сутки идет дождь, а пленка не спасает от осадков. Все убрала. Вот сейчас опять перебираю здесь. Вот здесь все намокло. Вот здесь вода стоит. Она вот так вот выжимается сюда. И вот здесь вообще у нас лампочка вот эта. Из лампочки вода капала. Городская комиссия решила отремонтировать дом, а на время работ переселить жителей пятого этажа в другие квартиры. Вот в этом доме на 12-м участке предложили переждать ремонт жителям шести квартир. С первого взгляда не скажешь, но он находится в небезопасном состоянии. Да и легко ли поменять аварийные, но родные стены на те, которые тоже могут рухнуть. Нам предложили, мы съездили туда, посмотрели, в доме полностью трещина. Нам объясняют тем, что, мол, типа, вот какие, как она нам задаетесь. Два этажа свободных. Два этажа свободных есть, как бы, туда можно людей. Мы отказались, нам сегодня принесли бумаги, то есть, что мы идем в отказ. Мы что, с одного такого, с такой рухлики в другую должны идти? Мы отказались, мы все, вот, пятые этажи, мы отказались. Кто-то переезжает в сад, а кто-то переносит вещи в здание дома управления. Там для них выделено специальное помещение. Изволит, потому что с рупы. Вот я забираю, у меня в холодах все темно. В силу своих возможностей закрыли пленку. Конечно, это не решение проблемы, но, в всяком случае, то, что мы могли, мы выполнили сегодня. Дальше будет техническое решение, и средства администрация выделила. Деньги на эту работу есть. Сейчас все дело в принятии правильного технического решения. Все усложнено тем, что дом является ветхоаварийным. Когда появятся миллионы на новые квартиры по федеральной программе переселения из ветхоаварийного жилья, неизвестно. Через неделю обещают установить временную защиту из брезента и дать свет. Сейчас готовится документация, и только после этого станет известно, когда закончится полное восстановление кровли. Сергей Семакин, Сагид Бакиров, Дмитрий Титов. Вести. Магнитогорск. В Магнитогорске начали готовиться к выборам в законодательное собрание. Сегодня члены комиссии избрали нового заместителя председателя. Им стал Сергей Абертас, менеджер управления информацией и общественных связей ММК. На данном этапе, в следующем электральном цикле, останется смешанная система формирования органов государственной власти Челябинской области, законодательного собрания. То есть 30 депутатов будут избираться по одномандартных кругах, и 30 депутатов будут избираться по партийным спискам. Общее количество депутатских мест не изменилось, а по-прежнему 60. Избирательная кампания областных претендентов в депутаты стартовала 13 июня. Неделю назад нынешний состав собрания утвердил новую дату выборов – 10 октября. В Магнитогорске по-прежнему 4 избирательных округа, незначительно изменились лишь их границы. Скоро начнется подготовка избирательных участков. Магнитогорцы выбрали членов общественной палаты. Напомню, неделю продолжалось СМС-голосование за горожан, которые должны стать своеобразным связующим звеном интересов общества и власти. Десятки лучших будут направлены письма с предложениями вступить в общественную палату, ответить на которые новоиспеченные народные избранники должны в течение 10 дней. Я людей этих всех знаю, абсолютно четко, так сказать. Я знаю, что, думаю, что у всех у них есть желание сделать для города еще больше, чем они сделали, а каждый из них что-то внес в своем направлении. Сегодня есть представлены люди, вот первая десятка представлена всеми теми людьми, ну, которые сегодня практически представляют, ну, будем так говорить, общество. Сегодня наше общество, которое сегодня, наших горожан, которые есть. Нынешние члены общественной палаты должны выбрать еще 20 коллег. Предполагается, что первое полноценное заседание состоится в конце августа. Вопрос, где будут заседать члены палаты, пока открыт. Выставка памяти магнитогорца Сергея Дегтярева открылась в картинной галерее. Живописью художник занимался последние 15 лет своей жизни. Любимым жанром автора стали шаржи. Герои его работ – друзья, знакомые, коллеги, а также известные люди магнитогорска. Вечер памяти собрал в картинной галерее самых близких людей художника. Он как бы всегда остался для меня близким человеком, потому что из молодости, когда люди уходят, это самое такое остается как бы в памяти друзья. Потому что с годами, когда люди приходят новые, они там другие какие-то отношения. И все наши жители, горожане Магнитогорска, посетив эту выставку, вспомнят, что такой человек работал, творил, и он останется в памяти. Три года назад шаржи художника были опубликованы в Магнитогорском журнале. Потом 11 работ выкупила картинная галерея. Познакомиться со всеми произведениями автора можно будет до конца августа. Новости спорта продолжат программу через несколько секунд. Без бинокля тренером не обойтись. Их подопечные стартуют за километр до финиша и в гордом одиночестве. Долгожданный дождь гребцам оказался не в радость. Из-за сильного течения и встречного ветра гонку решили провести гандикапом. Участники стартовали с разницей в минуту. Нет, совершенно не пугает. Привыкшие и все возможно. Даже смотря такие сложности, все равно сможем достигнуть того, чего хотим. Я все домой! Я все домой! Первенство трех округов Сибирского, Дальневосточного и Уральского в Магнитогорске проходит уже давно. Но такой сюрприз погода преподнесла впервые. Тяжелее на дистанции 13-летним спортсменам. Эти соревнования для них первые серьезные. От их исхода зависит, кто поедет на первенство России. Разыгрывают 20 путевок. На байдарку, потому что нас там больше. Канаистов у нас всего один спортсмен-участник попал на эти соревнования. А байдаристов 8 человек. Сегодня прошли только предварительные заезды у байдарочников. Финалы отложили до субботы. Завтра на воду выйдут канаисты. В фаворитах команда Барнаула и Челябинска. 18 июля у магнитогорских легкоатлетов вновь соревнования. На этот раз сладкие. Медовый пробег. В этом году он пройдет вокруг озера Чебачья. За годовой запас меда победителю нужно будет пробежать 12 километров. Для детей подготовлен двухкилометровый отрезок. Мед по традиции получат не только победители, но и все участники пробега. Старт назначен на 11 часов утра. Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Вы смотрели Вести Магнитогорск. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. 16 июля в Фершимпенуазе температура воздуха ночью до плюс 15, днем плюс 24-26. В Кизильском в ночные часы плюс 11-13, днем до плюс 27. В Верхнеральске ночью 13-15, днем 22-24 выше ноля. В Абзаково ночью плюс 13-15, днем плюс 22-24. В Магнитогорске ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди. Температура воздуха ночью до плюс 15, днем до плюс 25. Субтитры создавал DimaTorzok